привет вас амиго состоялась такое радостное мини событие мне наконец-то выдали пресс-аккаунт сразу говорю никаких анальных условий при этом выдвинуто не было вообще никаких условий не ставили просто дали пресс-аккаунт и все это в отличие от некоторых других контор которые стремятся заключать какие-то договора соглашения что-то там ставить какие-то условия что-то там а здесь просто вот вот пресс-аккаунт вот вам логин вот пароль творите творите на здоровье поэтому теперь некоторые видосы буду писать на нем но скажу сразу что скорее всего это будет видео на той технике на которой которую я не буду прокачивать на своем аккаунте потому что ибо незачем ибо не понагибать вот и сегодня видео будет сразу про две такие машины потому что они одинаковые по отдельности не говорить смысла нету это бмпт терминатор то есть боевая машина поддержки танков значит а за время производства т-72 по данным с википедии нас стране в бывшей и в нынешней успели наклепать около 30 тысяч машин ну и что делать с таким количеством устаревшего железа выбросить жалко утилизировать дорого или что там я не знаю переплавить возможности нету решили проводить какие-то об модернизации кита апгрейды короче устанавливать необитаемый модуль на корпуса т-72 и создавать принципиально новые машины честно говоря об этой тачке хотя ее и разрабатывают там с каких-то уже вроде незапамятных времен и где-то она участвовал каких-то показах но громко они стали говорить только в преддверии вот прошедшего парада победы дай наравне с арматы когда выкатили вот эти терминаторы и и естественно стали форсить эту тему по ящику рассказать о том чтобы mp терминатор это машина огневой поддержки без которой танки это вообще не танки в условиях города это вообще незаменимая вещь что что узнаем можно узнать в итоге да что выяснилось то есть оказывается что этого этих этих незаменимых машин bus которые нужны в условиях войны в городе было заказано у наших нашего уралвагонзавода который занимается их производством я не знаю даже он и он ими постоянно занимается или нет короче купили только 10 штук и сделали это казахи в по еще в потенциальных заказчиках есть алжир и какая-то еще страна третьего мира минобороны не закупила ни одной хотя в рязанском высшим военно-воздушном училище вроде как уже технику осваивают но непонятно опять таки зачем она там нужна я также видел уже вроде в новостях показывали о том что бмпт хотят сделать вообще радио как-то сказать управляемыми короче дистанционно то есть чтобы внутри не было людей но для беспилотника эта машина согласитесь она как-то крупновато то есть такие размеры беспилотник у нахрен мне кажется не нужны ну не будет людских потерь до при подбить этой машины но боевая единица которая стоит невероятного бабла она будет все равно потеряна тем более условиях города можно просто загнать бтр куб м пашку бмд шкувана тоже ровно то же самое сделать в конце концов что значит поддержка танков что танки не могут поддерживать друг друга не могут поддерживать другие танки в числе минусов этой машины из той статьи которую я читал в качестве причин того почему министерство обороны решила их не закупать называется одна наиболее мне кажется правдоподобная она заключается в том что вот это все навесные навесные орудия да вот эти красивые пушки пусковые установки они как бы при осколочном поражении будут тут же выведены из строя то есть этот необитаемый модуль он практически не защищен он открыт то есть им просто машина будут стремительно выводиться из строя даже вот какими-то такими скажем так не самыми прямыми не самыми сильными попаданиями ну вот так гласила та статья я не самый сильнейший военный эксперт но в принципе глядя на вот этот вот боевой необитаемый модуль вот это то что сверху стоит это в принципе звучит довольно правдоподобно потому что но ни единым листком брони ничего тут не прикрыто можно конечно говорить там до бесконечности что это сделано из какой-то там супер брони как в знаете где я смотрел недавно документалку про армату о том что там делается еще и инженерная машина на базе арматы вот о том что она будет под одна армата будет другую армату подбитую вывозить и у нее есть кран который этот кран сделан из листов не из листов а из сплавов короче вот этой вот брони то есть бронированный кран ну мне кажется что в наше время уже непробиваемая броня она существует только в играх да то есть поэтому может быть и правильно то что решили не бронировать этот модуль и она более легкая и подвижная но опять же спорная ситуация все надо испытывать все надо проверять но мне кажется о том что то что минобороны российской федерации ни одной машины уралвагона не заказала говорит об этом красноречивее любых тестов любых собственно испытаний но видимо уже провели уже все попробовали решили что не нужна зря короче только брусское название такое отличное застолбили но как у нас стране уже повелось машина стала сразу же были ный сразу по ящику разрекламировали то есть годнота годнейшая почему я не буду качать себе эту технику потому что на 8 вот бмпт 6 уровня премиумная она на своем уровне довольно хороша она может наносить дамаг бмпт 8 и 9 уровня на этих левелах не могут сделать вообще ничего по сути из них получились бы отличные охранники для арт сау да вот когда за самоход артиллерийской прилетает какая-то машинка маленькая ее разбирать а тут стоит бмпт бмпт и естественно эту машинку разорвет благодаря своим автопушкам которые очень скорострельны бмпт очень подвижно у нее быстро крутится башня если особенно вот выбрать правильные перки там правильный механизм поставить то есть бмпт это отличное такое противодействие именно вот этих маленьких машинок единственное на этом уровне кого бмпт может пробить из своих пушечек на восьмом на девятом да вот сколько пробития у нее 155 миллиметров это вообще ни о чем то есть поэтому бмдшки всякие может быть истребители танков то есть такая это противодействие легкой техники но в свою очередь это самая легкая техника и сама может напиздюлять этим бмпт шкам просто за глаза и за уши потому что каким-то отменным здоровьем и супер бронированностью эти машины тоже не отличаются вот хотя тут и написали урон восемь тысяч в минуту но на этих уровнях что на восьмом что на девятом танки не пробиваются из автопушки даже в борта туры можно об туре дать что четыре тура залпом практически выпускается один за другим довольно низким интервалом для игры но как бы что будет происходить на дистанции при запуске туров первый тур будет попадать в комплекс активной защиты да и от попадания не будет эффекта я думаю что позже добавит визуальную модель отвода птура от машины да пока просто куда-то попадает и вам сообщают что эффекта нет во вторых после того как первый тур попадет в танк если вы конечно стрелять в него издалека на этой машине лучше птурить собственно издалека потому что она ну немножко картонная вот она живет очень мало в бою да вот пока вы по если стреляют по вот этим вот плиткам защиты да они отлетают и дают защиту но как только уже плиток у вас на машине нету да как только они облупятся все вы проживете очень недолгое время после этого вот первый птур ваш попадает в активную защиту танка которая есть у большинства машины этих левелах если вообще не у всех еще просто не все видел от второго скорее всего танк уже отъедет потому что будет готов да ну вы видите что у вас стреляют птурами а еще на четвертом левеле всех научили их бояться издалека то есть будет стрелять он отъедет во вторых даже если он не отъедет топ тур с пробиваемостью в тысячу миллиметров в этой игре его все равно нужно завести в уязвимую зону куда попало он танки не пробьет несмотря на то что там написали тысячу но здесь каждый танк сделан из комбинированной брони которая успешно всему на свете противодействует поэтому вроде тут и не 720 миллиметров получается а уже там за тысячу тоже я не знаю как это работает в итоге птуры по-прежнему надо заводить в подбашню там в какие-то нижние листы в любом случае в уязвимые какие-то места да даже можно в принципе вот этими фугасными стрелять но если хотите стрелять фугасными термобарический да он тут по-научному называется но по сути это фугас он без пробития урон наносит вот если хотите стрелять фугасами то берите 90 бмпт для этого без нужды то есть вот птурить издалека можно только успешно по бортам и по задницам в принципе комплекс активной защиты он после первого птура после того как его нейтрализует он уходит в кд в перезарядку и в это время оставшиеся три птура можно успешно куда-нибудь всадить вот при вообще при очень большой удачи то есть и в итоге в концепции игры да это может быть в реальной жизни это незаменимая машина поддержки для боевых для условий городских боев но в игре начинается бой с чего да с дистанционной перестрелки все разъехались по флангам начинают друг другу высвечивать друг по другу стрелять бмпт в лоб вообще ничего не может сделать из своих пушек да со своими 30 миллиметровый калибр но это 30 30 миллиметровый калибр это 30 миллиметровый калибр это пробиваемость 177 миллиметров вообще в самый лучший наверное видимо случай да в лоб танки мы не пробьем мне кажется даже какие бмпшки не все в лоб пробьются но издалека еще попробуй попади из этой из этих автопушек которые низкорострельный там разброс не успевает свестись полностью как следует уже следующий выстрел то есть разброс очень большой в танк не пробить бмп не попасть более издалека бмп они тоже редко бывают на острии атаки да вы их скорее всего не видите они точно также другого конца карты как и вы стреляют по вашим танкам то есть дистанционный бой полностью по не для этой машины вы можете 5 минут смело а то и 10 стоять на базе охранять арту и только когда один из флангов будет прорван желательно вашей командой да не врагом вы можете метнуться в эти бреши до образу образовавшиеся на этой скоростной скоростной быстрый-быстрой машине но она в динамике действительно хороша относительно танка и уже выйти даже не во фланг вражеским танкам потому что повторяю в борта она нихрена никого не пробивает да ну посмотрите на борта этого абамса как бы намекай да что с автопушкой тут ловить нечего да даже мску она в борта не пробивает она даже леопарда там не пробивает она в борта вообще хреново пробивает, но восьмые левелы может быть, да, особенно если вы сами на девятой БМПТшке, а сами попали к восьмому, тогда в борта может быть. Самое идеальное это заехать танку в задницу, тогда танк умрет действительно очень-очень быстро, и то, не то, что очень-очень быстро, смотри какой танк, большинство из них успеет развернуться, и вы уже ничего не сможете сделать, да, там, особенно если это дело происходит на улице, там вы его уже не объедете, просто танк прижимается задницей к зданию, начинает разворачиваться все, то есть вообще танк по сути встает жопой к дому, и вы его уже и все, вы ничего здесь можете сделать на этой машине, да, ну переключиться на ПТУРы, только и ПТУРы в борт всадить, если он вас раньше не разберет, то есть и в итоге на этой машине надо очень яростно и жестоко маневрировать, а в идеале вообще стоять и защищать арту от машинок, то есть выискивать взглядом на поле боя какую-нибудь зашкерившуюся в кустах БМДшку, чтобы к ней там подъехать, ну не БМДшку, истребитель танков там, на этом уровне БМДшек кстати еще вроде как девятых-то и не завезли, а, ну вот восьмые другой вражеский БМПТ, я не знаю, я еще с ними лоб в лоб не сталкивался, их не так много, но вот варьера допустим можно в кустах, да, выцелить найти какого-нибудь легких танчика это вот, да, это вот наши печеньки что касается ОБТ, это только выходы прямо в задницу и в задницу их разбирать, возможно, когда на этом левеле ну вот краб есть, да, когда здесь БМПшки протянут еще до вот этого девятого уровня, то есть когда более таких мелкобронированных машинок в игре станет намного-намного больше тогда, может быть, и в БМПТ будет какая-то необходимость сейчас, вот на данный момент это одна из самых вообще ненужных и бессмысленных машин в игре, вместе со своими турами, вместе со своими пушками, вместе со своим необитаемым модулем, совсем вместе это просто какой-то хелл я не знаю, если вы хотите прокачать себе машину для страданий, да, чтобы ну, хочется вам пострадать и помучиться но играть на машине, на которой никто, блять кроме вас, не играет, да, это как ездить на каком-нибудь ретро-мобиле там, блять 60-х годов искать авто, каких 60-х там 100-летней давности какой-то там привезти из Америки, если какой-нибудь там Плимут, Понтиак и еще что-то искать тут какой-нибудь автосервис, где вообще решаться туда хотя бы под капот заглянуть там полазить, потому что уже такую машину в глаза нигде не видели да, но зато вы один такой на ней ездите тут, вот, на этом коллекционном ведре, оно там может ломаться каждый день, но вы один на такой тачке ездите, вы крут вот, и ну, в Топ Гире, знаете, там часто пока Топ Гир выходил, были такие какие-нибудь там, блять, Феррари, которым уже по 80 лет они по сути говнища, но они коллекционные вот такую кто-нибудь себе, знаете, вот чтобы одному на такой ездить, купить себе такую, блять, и на ней страдать, но страдать и страдать с понтами, что ты вот один на ней вот БМПТ, это вот для вас, реально вот вы другого такого человека на БМПТ будете видеть, блять ну, раз в четыре боя, наверное я не знаю ой, вообще, ладно, давайте давайте глянем теперь сражение в режиме онлайна, что ли вот, на самом деле сейчас дико фартануло в этом бою попасть в Топ либо я нагну, либо докажу, что даже в Топе машина бесполезна вот я не знаю даже куда, куда на этой карте это опять моя любимая карта бомбящий песок я не знаю, куда на нее податься на этой тачке, чтобы чтобы вообще хоть что-то существенно сделать ну точно не в город, да вот парадоксально на машине поддержки техники в городе в город, в этой игре ехать не надо потому что, так понимаю, что для поддержки танка в городе уничтожая для уничтожения живой силы то есть, да, там, противнику то есть пехоту расстреливать там, нейтрализовать огневые точки вражеские там, гранатометчика в окне увидеть там, пушку задрать, не знаю расстрелять здесь такие ничего такого в игре нету поэтому в город ехать на этой машине нету смысла вообще вот я уже говорил, что в начале этот танк максимум, что может делать это светить и постреливать птурами вяло-вяло мимо-мимо это, то есть, максимально кстати, УВН у него тоже, тоже такой говенный просто отлично УВН просто говно потому что, ну, техника-то расистская невозможно сделать так чтобы пушка опускалась вниз и было удобно на ней тут играть это, это было бы слишком жирно вот, если бы были самолеты то, смотрите как зенитка ствол задирает а вот Визель нашелся внезапные неприятности и то еще непонятно он ли их нашел или я ну следующий к сожалению моему я тут тут один но они охотно сливаются об меня друг за другом и это радует хотя Визель мне накидал Визель мне накидал но это седьмые левелы а что вы хотели на восьмых такой херни бы не было потому что БМП-то до тут не сделали ветку вот вот это самое идеальное что могло случиться сучий потрох он уехал а у него еще да, да вот видите нет попадания КАЗ да, комплекс активной защиты сработал но если бы его продолжали держать на гуслях от второй ракеты КАЗ бы его уже как правило не спас еще один а у меня ПТУРы на перезарядке я вот не знаю по 80-му по бортам я стрелять еще не пробовал но видите что фланг уже у них открыт практически все кого были я здесь пере черт всех как же да Акент Чентару этот черт который меня не пробил и не попал но это бой я говорю это просто поцелуй поцелуй Иисуса я не знаю это не предложение это как бы что наоборот благословение божье они они очень много машинок картонных да которые которые поддаются моему дамагу поддаются моему пробитию за счет которых я собственно и набиваю вот им противодействовать на фланге очень очень классно поэтому вот когда их прокачают то есть когда их завезут на хай-левелы а там сейчас одни танки да и там даже истребителей танков очень мало потому что одни ОБТшки там воюют друг с другом вот когда завезут тогда будет годнота ну вот смотрите видите видите даже Т-80 очень хреново пробивается очень хреново пробивается в борт ну там угол гусеницы ему размесить ну даже гусеница что-то не особо порвалась Т-90 ну 90 не хочет постоять нет хочет смотрите постоял все-таки бортами его развернули вот я по сути занимаюсь как раз тем что осуществляю поддержку с фланга команды где-то здесь арта вот вырезать арту для БМП Техи задача ну пара секунд но надо напрямую видимость конечно выйти потому что вообще очень классно эта тачка разносит всякие вот эти преграды заборчики баки там какие-нибудь трубы которые рушатся там на карте холодная сталь вот там на ней играть очень зрелищно ко всему еще бам прямой наводкой здесь то есть еще и еще и дамаг то какой-то такой вылетает по 50 да он быстро вылетает но мне кажется что именно вот в этой игре рулит большая альфа скорее чем какая-то там скорострельность ну все того того сейчас и без меня заберут он от меня конечно уехал но по мне накидывает почему-то в конце боя когда ты играешь на истребителе танков или на бмпт раздается какой-то звук открывающегося пива я не знаю может экипаж уже празднует что жив остался может это на это какой-то намек ну и вот постоянно его слушаю сначала думал что у меня микрофон багует но потом поиграл и понял что этот звук раздается откуда-то изнутри машины я думаю может лучше вот она открывающаяся шампанское там заменить а ну понятно что бой был халявный поэтому и разведчик и медаль еще медаль да и первый по статье но это в принципе все борода потому что вот такие бои любят некоторые выкладывать но учитывая что из восьмых левелов я только вон 79 90 нанес остальное все это слившиеся об меня семерки в основном были поэтому это фуфломицин я о чем еще подумал о том что на прошлой карте мне не только повезло с командой но и собственно с картой потому что там был отдельный фланг для вот таких быстрых машин для бмп бмд вот и танки туда не ездят на песок поэтому я туда просто пролетел и с пулемета разбирал кучу народа вот если бы там были танки геморроя было бы немерено а здесь на остальных вернее картах вот такого ярко выраженного флага на вечной мерзоте есть эти две шишки где с горы на горы идет перестрелка но там на бмптхе делать нехрен объективно вот а на остальных картах такой нету такой зоны где вот прям вот сражаются только вот машины да слабо бронированные вот придется иметь дело с танками и сейчас вот и бой как раз такой вот что странно три бмптхи у них в команде и это не взвод это реально три человека качают бмпт ветку давайте спросим у них в чате хотел чуваками назвать но не все адекватно на это реагируют некоторые умничают что это типа означает маленький член или что-то такое благодаря олдфажному видео когда еще ютуба-то по-моему не было было такое видео гопота это вот но на самом деле на самом деле по-моему это немножко не так вот этот вот фонарь вот этот верхний я понимаю что это какой-то хитрожопый наверняка прибор но он постоянно торчит научит горлового уми нету даже ребенка говорит чувак на бмпт пресс 89 голосалка стремит нет нет только нет только если по тураме фигач ну вот вот видите и это мнение оно вот вот то что я сказал это мнение разделяет в общем-то все кто поиграл на этой машине что машина она типа только турами мочить но я говорю о том что эта машина на это противодействие как раз легкобронированной технике которого в этом бою например нет практически мне это нравится чуваку нравится горловой толстые пушки убытые да если бы он знал что это снимает я думаю он бы так не писал и моя якобы и моя якобы броня да но так вот а вот леопарду сейчас можно наверное немножко выйти в тыл давайте надо надо пытаться хотя бы пытаться выходить кому-то в тыл и в заднице куда-нибудь что-то делать потому что ну иначе на этом танке очень скучно играть мне кажется видите 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 что в борт его не пробиваю все ангар вот и вот и вся игра на бмпт стоять на нем что-то ждать что-то тут кого-то птурами выцеливать да бросьте ну на какой-нибудь может быть другой карте но каких-нибудь может быть других ситуациях что-что-нибудь но просто это вообще я не знаю это техника вот я вот я на самом деле просто на девятом левеле хотел но сейчас постоял 25 минут в очереди и решил еще одно видео на это катануть упомянул карту вечная мерзота но сука на тебе на вот она ептать мерзота вечная бои смотрите девятки восьмерки это полная жопа для бмпт которую почему-то ставят вверх таблицы делая ему какой-то невероятный комплимент ище вот в борта как вы видели или может и сейчас посмотрите короче уровень бмпт это вот седьмые левели вот на седьмых левелах бы эта машина реально рвала допустим дамаг ей даже может было немножечко порезать или оставить я не знаю но на восьмых вот бмпт девятого левела она с восьмерками с обт восьмерками она не справляется потому что она говно если вы в ангаре зайдете в модификации и сравните машину восьмого левела и девятого да бмпт вы видите что из его автопушек пробой увеличился на 15 миллиметров дамаг на пятерочку там у птуров разница в 30 единиц то есть вообще ничего ничто сейчас я конечно попытаюсь что-нибудь изобразить желательно с первого боя потому что сейчас я играю немножко рано-рано утром когда еще школьники свои рюкзачки я минут по 15 по 20 сижу в очереди не знаю может быть заговор против бмпт ее специально в бои не выпускает чтобы я на моем пресс-аккаунте чтобы я ее не показывал никому чтобы люди ее прокачивали потому что это единственный шанс как бы дать этой ветке будущее это запретить вододелам снимать видео про бмпт чтобы никто не знал что она говно ну смотрите смотрите сколько все танки сюда приехали вон я еще двоих замечу в свою шикарную оптику к слову о том какого надо сюда ставить командира какой обвес ставить я скажу так у меня на самом деле экипаж не имеет ни одного перка потому что экипаж стоковый на пресс-аккаунтах командир у меня сабрина с двумя перками да тоже потому что командир и стоковый оказывается на пресс-аккаунтах но я вам так скажу да какого бы экипажа вы не ставили какого командира бы сюда не вешали они косяков этой машины не исправят Они не исправят того, что машина просто сосущая Они не добавят пробоя Они не добавят Дамага Они ничего не добавят Она может станет, да, у вас менее заметная Менее чего-нибудь еще Но, сука, все равно никого дамажить Вы из нее не будете Ну вот смотрите, первый в касс Хороший касс радует глаз Вот вторая пошла Вообще никуда не видно Ни хрена Сейчас ветром дым снесет немножко Снесло Гуляем, кто там, Ариета МС-ка, вот 500 дамаг Видите, вот Вот, дерзкие МС-ки, которые прут в атаку Потому что они в ПВЕ все же не играли Это единственный корм для Кстати, Паладин уже два фрага сделал Единственный корм для этой техники Она машина Она машина глубокой Оригинальной обороны Против тех, кто прет в дерзкую атаку И можно только при таком раскладе Реализовывать ПТУРы Потому что ехать в наступательный бой на ней Я не знаю, это геморройно Потому что враги стоят за укрытиями Они просто Просто ничего вы им не сделаете Этими своими ПТУРчиками А вот ПАНАМ ПТУР влетел И выяснилось А, да, кстати Я сказал, что КАС есть на большинстве машин Вот как раз на БМПТ его нет Не знаю, почему Видимо, посчитали, что БМПТ Это машина поддержки для городских боев И она не нуждается в отводе Управляемых ракет от себя куда-то Что ей они, типа Кто, ну кто в городском бою Будет из них стрелять, типа, да Ликошет УВН, УВН Смотрите, УВН не дает стрелять Он все-таки дал Все-таки выстрелил пару раз Это просто жесть УВН жестит Че без дамага почему-то О, друг вражеский терминатор Ну, наша страна славится, видать С медведями, балалайками И техникой с дерьмовым УВН Ну что, он отъехал? Я не понимаю Давайте зарядим термобарические ПТУРы Посмотрим, на что они годятся Эй О, вот это надо А, там поезд стоит Везучая дрянь А, ПТУР зашел в терминатор Один, по крайней мере Сейчас, если еще один зарядится Нет, не зарядится Очень долго заряжаются обоймы с ПТУРами здесь Ладно, я думаю, что Хрен бы в жопу этим ПТУРом Надо ехать на завод И заезжать в тыльца Вражеские Ну, вражеская команда Подслилась, как днища последняя Видите, что Счет 14-2 Как бы Это как бы намекает на то, что То есть В таких условиях БМ Любая тачка хорошо бы сыграла Даже БМПТ Я просто стараюсь Высказывать весь свой негатив Об этой машине В итоге Сейчас два боя нагнул Один бой специально слился Да? Ну, мне же никто не поверит Хренота какая-то В общем Может, она, блядь, не так плоха Может, мне кажется Давайте Таблицу в студию Сейчас поглядим Что там Что там по результатикам-то Ну, плюс еще Я не знаю, почему Вражеская команда Кинулась атаковать По вот этому сливному флангу Да? Я еще ни разу не видел Чтобы вот эта атака Себя оправдала Когда ты с этого Респа атакуешь Вот по вот этой линии Жанна Бекеш Жанна Бекеш Чего, блядь? Жанна Бекешка Ёптать Получила уровень Баштюрк Кто у меня сидит В этих танках? А, ну да Мы же в Казахстан продали Видимо, это казацкие фамилии Кто второе место Типа Типа якобы Типа якобы Нагнул Кстати Обратите внимание На обилие 90 МС В бою Просто их Невероятное количество Я вот Сказал В прошлом видео Да, какие Меня спрашивают Какие танки качать Я сказал Точно не Америку И точно не СССР Точно не российские Да? А вот Одна из тех причин Почему точно не российские Это огромное количество Их в игре Это просто невероятно То есть Должно какое-то Разнообразие В боях быть Поэтому Как бы там Не нагибал МС на фугасах Или какой он был Не был днища Я в любом случае Советую его понерфить Пополам Чтобы он просто Стал конченным корытом И таким образом Онлайн в боях На МСках упал Потому что даже В прицеле стрелять В одни и те же танки Становится скучно То есть Такого количества Патриотов Не было даже У Картохи У Картохи То есть Хоть кто-то играл На немцах Вернее даже Много кто играл На немцах Потому что Как и у улиток Потому что Были такие люди Которые Занимаясь моделизмом Любят какую-то историю Второй мировой войны А здесь Такое ощущение Что все игроки Это жертвы пропаганды Отечественной Минобороны Которые посмотрели Программу Как ее там Называется Военная тайна Где им По ушам проехали Что наши танки Лучшие в мире Опережают Ближайший западный аналог Просто На 500 лет Там Все равно Что это Т-34 И колесница Фараона Бля Рамзеса Третьего То есть И все кинулись Скачать мэски Просто И все думают Что сейчас 90 Будут нагибать По жесткому А нихрена подобно В нижний лист их Чпокали Чпокают И будут чпокать Блин Фух И это правильно То есть И в ближайшем видео Я еще и обкакуньку Т-90 Чтобы уже Окончательно Разубедить тех Кто Решит Что я продался За пресс-аккаунт Чтобы доказать Что это хренчо изменит Так Среди оборудования Кстати рекомендует На БМПТ Ставить обзор Чтобы он далеко Видел Но Могу сказать Что он слишком Хорошо заметен Для того Чтобы быть Машиной разведки Его самого Палят гораздо Быстрее Чем он Кого-либо Естественно На этой карте В некоторых моментах Очень важен УВН Которого У этой тачки Вообще нет То что Обнаружили Знаешь Что сейчас Сюда полетит Снаряд И можно Сделать Сейбл Вот Еще у этой машины Есть естественно Как у любой Вот этой вот Бонус класса Это Обнаружалка Которая почему-то Не хочет сейчас Захватывать Это 90 Потому что Видимо Он далеко стоит Не знаю Сейчас он Свалится Да Бесполезно Оптурить Но я думаю Что Имеет смысл На самом деле Ему в жопец Заехать Потому что Он видимо Здесь один Я не понаслышке Знаю что Играя с того Респа Команда Всегда бросает Один из флангов В данном случае Бросили нижний Вот Смотрим на миникарту Видим что у них Невероятная толпа Вверху Конечно Кто-то здесь Может быть Еще есть Но Один Одна-две машины Это потолок Но там Блин МС приехал 90 Забирать И он его Сейчас заберет До того Как я туда Доеду Даже на Такой Быстрой Тачке То есть Вот Вот для этого Нужен БМПТ Увидели Возможность Объехать И напихать Пользуйтесь Больше Потому что На этой машине Делать в боях Вам не хрена Вот сейчас Я что-то зря Оставил Свою жопу Торчать И в нее Попал Прям в пердак Снаряд От паладина Резать Резать Суку 442 урона Кошмар Резать Резать Нерф Срочно Нерф Вы не представляете Что такое Получать В картохе Дамаг На косарь Каждым попаданием Вот 442 урона Это Та цифра Из-за которой Я в этой игре Вообще не расстраиваюсь Здоровье В БМПТхе Тем более Понимаете Что Блин ладно Я потом Телегу Приберегу Для стримов Там Каких Особо Важных Сейчас Речь О БМПТхе Вот Видно Теперь Что Можно было Ехать Конечно За артой Но Я боюсь Что Нашу базу Просто Сейчас Разберут Потому что У нас Сильная Концентрация Танков В левой Части Карты Где Концентрация Врагов Отсутствует Полностью Ну что Перда Кто-нибудь Покажет Нет Эффекта Вот видите Борт Леопарда Нет Эффекта Та же Херня Будет С бортом От 90 МС Абсолютно Та же Хотя У МС Там Резинками Борта Прикрыты Антикоммулятивными Какими-то Волшебными И то Все равно Все равно Они Дают ему Достаточную Защиту Чтобы Не пробиваться Из терминатора Ну что Я смогу Заехать ему В тыл Не смогла Я К сожалению Я даже Блин Даже Я не знаю Вроде кто-то Помогать мне Вроде кто-то Собирался Тут Нет Далее МС Развернуться Каким-то Хреном Она же Ну Если она Ко мне Так стоит А Ну она Жопой к стене Зажался Тогда Лан Базара Нет А сейчас Меня самого Походу Нет Смотрите Он Не в курсе Что здесь Я Он На карту Не смотрит И получает Призовой Барабан Из терминатора В очко Да МС Рюхнулась Ему Помочь Но Просто Она Не ожидала Наверное Такого Маневра От него А самому Лезится Вперед Очкова Немножко Понимаю Ну что Попробовать Птурами Загнать МС Что ли Вот она Вроде Разрядилась Сейчас Еще раз Разрядится Вот Она Выстрелила Очень Быстрая У нее Перезарядка Да Не Ну Нахер Я Даже Заехать Не успею Приласкает Вот Сейчас Наша МС На себя Внимание Отвлекает Это Поворачивается Ко мне Жопой И Вот Она Благоприятная Ситуация Тот Жопу Отвернул Этот Подставил Пожалуйста Ну Птур Где ж ты Блять Чё ж ты Не стреляешь Нет Нахер Птур Птур Вообще Не наш Метод Видите Вот Даже В упор Ракетами Я не знаю Которые Там Пробивают Какие-то Невероятные Цифры Да Вот Все равно Эти Еще раз Говорю Да Что В этой Игре По каким-то Она Неведомым Технологиям Сделана С учетами Комбинированных Активных Херпаник Броней Вот Ты сможешь На Птуре Тысяча Миллиметров Пробоя Это Вообще Ничего Не значит Это Вообще Нихрена Это Все равно Уязвимые места Будет любезно Начинает выцеливать Я не знаю Какой-то Смысл Вот Я бы конечно Мог включить Заднюю И уехать Но Хотелось Именно ПМС С кептурами Пострелять То есть Видео Это не о том Как хвалить Вот Короче Подводя итог Что в принципе Можно сказать БМПТ Они в этой игре Как и Тайфун На большинстве Карты Они бесполезны Но если на карте Если карта То есть сделана С возможностью Маневрирования Если карта Сделана То есть Если команда Попалась Которая вам Которая не стоит В анальной обороне А что-то вообще делает Как-то Втягивает Противника В размен Там То есть Позволяет вам Заехать в задницу Танку И туда снарядов Накидать Тогда В принципе На БМПТ Играть Годнота Играть на нем Можно Но если карта Не предусматривает Каких-то фланговых Атак Все по флангам Разъехались И включили Дальние перестрелки Какие-то там еще Такие подобные вещи В которых Я уже показал Сейчас Как птуры здесь действуют Если у вас Терпения не хватает На такую игру И то смотрите Мэска С 6000 накидала Я Я С какими-то Просто невероятно Невероятного Везения Везения Уровень везения Просто Это как в лотерею Выиграть Я три раза За бой Заехал Противнику В задницу И накидал И только при этом Только чудом Я накидал 3700 дамага То есть вы видите Как приходится На этой машине Изъебываться Прямым текстом Как надо Изъебнуться Чтобы на этой машине Хоть что-то нанести Если на танке Просто ты прицелился И выстрелил Хотя на этом уровне Нет На этом уровне Все друг другу В задницу В борта Заезжают Но хотя бы В борта Не только В задницу То здесь Это просто Нужно Все свое Мастерство Все какое есть Вкладывать В это сражение Чтобы этот танк Хотя бы Какие-то минимальные Хоть какую-то пользу Приносил По разведданным Чего у меня Ничего вообще нет На этой карте Вообще трудно По разведданным Что-либо Вывестить Так что Вот такие дела Машина По-моему На свой уровень Да Это девятка Причем Она Откровенно Слабовата Она слабовата Если бы я Точно так же В тыл заезжал Своим противником На машине Которая Где-то Итэшка Девятого левела Такая Вот она Симпотная Вот если бы Я то же самое Делал на ней То есть урона У меня бы сейчас Было намного Намного Хотя у нее тоже 380 бронепробиваемости Но у нее тут Косяк небольшой У нее короче Эти Прокачиваются Я не знаю Может она Надо писать Кому-то по этому поводу Может потом исправить То есть снаряды прокачиваются И не устанавливаются Даже рисунка у них нету Вот А так у нее Вот когда они прокачаются Каморный снаряд Любимые снаряды Всех игроков Улитку Видите У нее тогда уже будет И пробитие там А то есть урон Без пробития Ну такие Они здесь видимо Как фугасы действуют Без пробития Дамажат Вот То есть У них там будет То есть у этой тачки Видимо будет Вот эта фишка И она будет накидывать урон И не только в задницу Но и в борта Потому что 300 мм Ну это должно позволять Борт пробивать А терминатор А терминатор этого не делает То есть То есть Если бы Вот Я о чем говорю На месте Вот этой На месте терминатора Была вообще абсолютно Другая машина в игре Да С динамикой Которая позволяет Заходить противнику В задницу Будь то и тэшки Какие-нибудь Скоростные Краб Допустим Машинка Вот эта пулеметная Мерзкая Которая арту Все время забирает Сейчас Где она здесь Я ее еще Кстати не купил Сам на ней пока Играть не пробовал Я первым делом Вринулся почему-то На БМПТхе играть Потому что Мне 6 левела БМПТх Очень понравился Именно геймплей Вот если вот эта Машинка была бы На месте На месте терминатора Мне кажется Она и то бы Больше урона нанесла Вот А у нее пушка Кстати тоже 30 миллиметров Не знаю почему В общем я как-то Не знаю Как-то подрастроился От терминаторов Ну В принципе Любителю птуроводу Который очень любит Очень сильно птурить Эта машина подойдет Для отстрела оленей Для отстрела Крупного рогатого скота Который лезет вперед На пролом То есть птурами Их отстреливать Милое дело А для какого-то Геймплея Против игроков Уже Которые имеют Хоть какой-то скилл На борту Хоть что-то умеют Машина в общем-то К боям Не совсем пригодна Мое мнение То есть она Слабовата Для 9 левела Ее надо куда-нибудь Понерфить И на 7 скинуть Туда вниз А сюда какие-нибудь Другие танки С пушками подобрать В общем на этом все Пишите, жмите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok